Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения Чувашии очередной выпуск программы «Спорт для всех» и я, Екатерина Абрамова. Сегодня одна из главных тем в области физической культуры и спорта – повсеместное возрождение когда-то забытого комплекса «Готов к труду и обороне». Министерство спорта России активно следит за реализацией ГТО в регионах страны, в том числе и в Чувашии. С 15 по 25 мая по всей России прошла единая декада физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Благодаря ей еще большее количество любителей физической культуры смогли сдать нормативы и официально зарегистрировать результаты тестирования. Во время декады продолжился отбор кандидатов на всероссийский этап сдачи нормативов ГТО от Чувашской республики. Пройдет он в августе в Белгороде. Пока в Чувашии только пять центров тестирования, однако в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен. «Остальные центры, коллеги, значит, вы создаем, не дожидаясь федерального указания. Нам, в принципе, на коллегию ждали такое вручение, чтобы центры в каждом муниципальном образовании должны создаваться. И поэтапно мы будем их доукомплектовывать необходимым спортивным оборудованием. Имейте, пожалуйста, в виду. Наша с вами задача, значит, наша с вами задача, наверное, уже с нового учебного года, составив графики по сдаче ГТО, чтобы в эти центры тестирования уже начали сдавать тесты воспитания школьники». Все результаты с данных нормативов фиксируются в единой базе под идентификационным номером участника. Получить ID-номер достаточно просто. Начал свою работу сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» gto.ru. Пройдя стандартную регистрацию и заполнив все необходимые поля, вы получите индивидуальный номер, без которого официальная сдача нормативов будет невозможна. Сайт был презентован совсем недавно, во время коллегии Министерства спорта России. Введение данных в систему позволит всем гражданам, которые выполнили нормативы, в своих личных кабинетах увидеть свои результаты выполнения нормативов, а нам позволит получать статистику и динамику по людям, которые выполняют нормативы и, соответственно, будут представлены к награждению знаками отличия. Но кроме своих результатов на едином портале ГТО можно найти методологические рекомендации по правильному выполнению всех тестов, историю комплекса и нормативы. Человек может зайти на сайт и назначить себе, выбрать дату, место тестирования. Самое главное, что здесь очень информационная база большая. Он может познакомиться, как сдавать правильно тесты. То есть, по сути дела, это все направлено на то, чтобы человека подготовить к сдаче комплекса ГТО. Ну и дальше у нас там есть задумки уже, и общение уже между собой. Это уже следующий этап. Безусловно, ориентиром в сдаче комплекса служит желание укрепить собственное здоровье. Поэтому тестирование проходит абсолютно добровольно. Об этом не устает напоминать министр спорта России Виталий Мутко. Мы должны путем продвижения, пропагандирования комплекса ГТО убеждать людей в том, что это очень важно, что физическая культура является тем элементом, который оздоравливает человека. Убедить в этом человека нужно, что надо вести здоровый образ жизни, быть активным в жизни. А ГТО должен способствовать этому. Потому что каждый человек может прийти и проверить себя в своей возрастной группе на уровень физического развития, получить определенные навыки. Вот на это мы обращаем внимание. Чтобы молодежь активно занималась спортом, подойдут легкие и простые решения. Примером стало Чувашия, где строятся и активно эксплуатируются различные спортивные объекты. Удачной формы работы Виталий Мутко назвал и массовые спортивные мероприятия, которые практикуются в республике. Зарядка со звездой, велозаезды, день ходьбы и, конечно же, ежемесячные дни здоровья и спорта. Это приносит свои плоды. В тестовых испытаниях ГТО уже приняли участие около 60 тысяч человек, и на этом останавливаться никто не собирается. В активную фазу завершения вступила и реконструкция стадиона Олимпийский командному чемпионату Европы по легкой атлетике, который пройдет 20 и 21 июня в Чебоксарах. Уже известно, что престижные соревнования будут обслуживать более 200 судей из разных стран, а легкоатлеты-участники прибудут из 12 государств Европы. Поэтому спортивная арена должна соответствовать всем международным стандартам. В июне планируют полностью обновить фасад. Подрядчики отмечают, работа будет выполнена в срок. Осмотреть спортивную арену в Чебоксаре прибыли и члены телевизионной группы. За чемпионатом в прямом эфире будут наблюдать все европейские страны. Причем в республику приедет работать и большая бригада Центрального немецкого канала. Они приехали посмотреть, узговориться о технических параметрах, характеристиках. Где поставить камеры, как взаимодействовать, чтобы не мешать друг другу. При этом, чтобы вся Европа увидела не только соревнования, но и красоту города, красоту стадиона. И зрителей, собственно, тоже. В принципе, любая страна Европы, которая входит в соглашение с Евровидением, они могут запросить сигнал. У них только контрактами ограничивается. Конечно, в основном будут 12 стран смотреть. Но, в принципе, любой зритель в любой стране Европы может посмотреть. В Олимпийском комитете страны сейчас формируют состав национальной команды. Заявки на участие в турнире уже подали золотые призеры зимнего чемпионата Европы в Праге Екатерина Конева и Елена Коробкина. Своё место в сборной досрочно забронировала и легкоатлетка Анжелика Сидорова, представляющая Москву и Чувашию. Лидеры дали согласие, но практически все лидеры будут отбираться. Отбор будет происходить на двух стартах. Это команда чемпионата России, которая пройдет в конце мая в Сочи. И далее, 6 июня, пройдет на призер Печенкина и на соревнованиях в Ерено в Подмосковье. И на этих двух стартах будет сформирована команда сборная для выступления в Чебоксарах. Надеюсь, что у ребят все сложится в плане тренировок, в плане здоровья. И если все будет нормально, тренировочный процесс вроде пока идет нормально. Поэтому надеюсь, что будет выступление успешным. На домашнем чемпионате победить необходимо, отмечает главный тренер команды Юрий Барзаковский. В прошлом году турнир проходил в немецком городе Брауншвейг и золотыми придерами стали его хозяева. Россияне расположились на второй ступени пьедестала. В этот раз в сборной страны настроены только на первое место. Увидеть легендарные спортивные события и поддержать российскую легкоатлетическую сборную мы сможем уже в следующем месяце. Не пропустите такое спортивное событие, иначе долго будете об этом жалеть. Поэтому быстрее встаем с диванов и бежим за билетами в первые ряды. Ведь спорт доступен абсолютно каждому. Субтитры создавал DimaTorzok